Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с воскресным днём, кто сподобился в этот праздничный для нас, христиан, особый день, когда позади неделя трудовая, впереди предстоящая, но день для нас не выходной, а это день Божий, когда все крещённые во имя Отца и Сына и Святаго Духа, христиане православные, собираются под сводами православных храмов прославить воскресшего Христа, победителя дьявола. Сегодня зададим себе вопрос, а для чего приходил Христос в этот мир? Ответ на этот вопрос мы можем найти в соборном послании святого апостола Иоанна. Я напомню вам эти слова. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вдумаемся в эти слова. Оказывается, Христос пришёл не ради того, чтобы у нас были праздники, Рождество, Пасха и другие, преображения, яблочный спас, крещение, чтобы у нас пели хоры, чтобы у нас просто строились храмы красивые, куда можно было прийти свечку поставить. Главное, ради чего пришёл в мир Христос, по слову апостола Иоанна Богослова, чтобы разрушить дела дьявола. Мне хотелось бы вам зачитать слова святителя Игнатия Бринчанинова. У него есть замечательная книга, которая так и называется «Слово о чувственном и духовном видении духов». Оказывается, можно чувственно, а можно и очами видеть духов. Вот в его книге святителя Игнатия есть такие слова. «Если нет падших духов, то в очеловечении Бога не имеет ни причины, ни цели». Тогда зачем приходил Христос пролить свою кровь, пострадать, разрушить дела дьявола? И продолжает святитель. «Пламенея ненавистью к нам, христианам, они, падшие духи, употребляют все средства к возбранению доступа на небеса, чтобы мы не взошли туда, откуда они не спали». Ведь они спали с небес. «И завидуют тем, кто молится и Бога воскресшего прославляет, победившего в силу дьявола». А через то, через исполнение евангельских заповедей, через исправление своей жизни, через участие в таинствах, мы сподобляемся небесных обителей и тем прогневляем дьявола снова и снова, который восстает против нас. И враждует с нами, и ведет брань, почему апостолы напишут дальше. «Брань наша не против плоти и крови, не против тела нашего, но против злобы духов поднебесных». И сам Христос, научив учеников своих молиться на их вопрос, «Господи, научи нас правильно обращаться к Богу, ведь Он всемогущий, Он грозный, Он судья, Он праведный». Христос говорит, обращайтесь к Нему, как к Отцу, Отче нашему. Но завершает эту молитву, вы помните словами, «Избави нас от лукавого, который реально существует современному человечеству». Дьявол так помрачил разум, что люди поверили, будто бы его нет. Ну, это плохие люди есть такие. Даже есть такие злые люди, сатанисты, например, называют их. Вот они такие сатанисты. А кто это такие? Кому они служат? Кого на себе изображают на туировках? И что делают эти люди? Все против Христа, против церкви, против веры христианской. Вот отсюда извращенцы, вот отсюда смена пола, кошмарное количество абортов, потому что идет работа дьявола. Он все делает, чтобы попрепятствовать людям взойти на небо, откуда он сам не спал, по слову Игнатия Бринчанина. И дальше святитель Игнатий говорит, у всех них одно стремление – разными способами устроять для нас падение и погибель. Вот почему сегодняшнее Евангелие открывает нам историю об изгнании из гадаринского бесноватого целого легиона бесов. Христос, когда переправился со стороны Галилеи на другую сторону Галилейского моря, в страну Гадаринскую, там встречает его бесноватый человек, то есть, который невыразимо вел себя с криком, с шумом, жил в отдалении от людей, то есть, в него вселились духи нечистые, которых и пришел изгнать Христос и победить Сигурадий, и пришел в этот мир Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И тут в этом человеке находящиеся падшие духи вдруг кричат, вдумайтесь, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебе, не мучай меня. Откуда незнакомый бесноватый человек, который много лет страдал от падших духов, от этого беснования, от этой одержимости духами нечистыми, вдруг называет подходящего к Него Спасителю, мира, Иисусом, Сыном Божьим, потому что они хорошо знают, кто пришел в этот мир, и для чего мучает врагов одно имя Христово. Крест Христов уже для них огонь и мука, имя Господне для них страх и трепет, кто призовет имя Господне, спасется, сказано в Священном Евангелии. Господи, оружие над дьявола, крест Твой дал, если нам трепещет, бо, и трясется, не терпя и взирати на силу Его. Вот эти все молитвы становятся понятнее, если я понимаю, что не просто солнце, птицы, деревья, магазины, улицы, развлечения, еда, увеселительные мероприятия, телевизоры, телефоны. Кроме этого всего есть тот, который никуда не делся, дорогие братья и сестры. В восемь тысяч лет у Него опыт искушать каждого человека. Он искусный льстец и обманщик. Он искусный искуситель. Он знает, что если ты не блудишь, будешь курить. Будешь курить, будешь выпивать, а потом со временем выпьешь и соблудишь. Он расставит сети. Грех один не приходит. За одним соблазном приходит другой. А может быть, ты уже в храм ходишь, будешь возноситься. Вот я уже не такой, как прочие. Вот опять враг рядом с тобой, дьявол, дух гордости, через которого и ты можешь погибнуть. Вот почему святые отцы всегда говорили, напоминая нам Священное Писание, бодруствуйте и молитесь, да не внидите в напасть, непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Предмет нашей радости, благодарности Богу. И в бодрственном состоянии, потому что мы с вами на этой духовной войне, представьте, если сейчас на войне, ребята бы сбросили себя бронежиллет и оставили бы в сторону свои автоматы какие-то, свои средства защиты, и сказали, да ничего, отдохнем там. Не на минуту они спят даже в этом. Так это реальные военные события против телесных сражений. А мы с вами в духовной броне. И эта духовная война продолжается, и она не заканчивается. А мы такие расслабленные думаем, ну, у нас все хорошо, ну, помолились, ну, все, закончилась служба, теперь все, можно пускаться в обыденную жизнь и обо всем потихонечку забывать. До следующего воскресенья. Обязательно придем, помолимся. Вот, выходя из храма, знайте, что вы выходите, а дьявол идет за вами, как и ангел-хранитель. Чаще синяйте себе крестом, призывайте имя Господне, и кто призовет имя Господне, спасется. От чего? От работы вражия. От этой страшной работы над каждым из нас, чтобы погубить. Ты хороший муж? Дьявол знает, как к тебе подойти. Ты хорошая жена. Дьявол знает, чем искусить тебя. И вот ты уже, кажется, и не блудишь, и уже не смотришь лишнего, но ты объедаешься. Ты съел и не можешь с собой совладать. Вот уже без обжорства, без чревоугодия потешается и говорит, ты мой, ты мой. Казалось бы, одна маленькая какая-то в нас есть страстишка. И, как говорят у орла, если он распустит крылья, но зацепится одним когтем за сеть ловца, эта могучая птица не увидит небо. Она не взлетит. Она станет жертвой охотника. Так и мы должны постепенно в себе находить наши страсти, грехи и избавляться от них, пока мы живы. Потому что там уже не будет возможности исправления. Должно однажды человек умереть, а потом суд. Исправление есть здесь, пока мы живы. Вот чувствуешь в себе вот это, почему самая главная победа из побед, это победа над собой. Это познание себя. Не на других смотри. Ничто там в мире, в политике, мы все сейчас такие просвещенные, мы встречаясь, говорим о всем том, что происходит вокруг нас. Но мы не знаем самих себя. И счастливы те люди, которые вообще не друг с другом. Говорят, ты знаешь, я вот узнал в себе такую гадкую сторону. Она меня так долго мучила, и я пришел на исповеди, рассказал ее. Так легко стало. А человек слушал тебя. Слушай, у меня такое же есть, а у меня еще хуже есть. Как ты говоришь, куда ты ходил, чтобы избавиться от этого того, что внутри? Есть такое таинство, исповедь, причастие, причастился. Господь прощает ведь нас. Он ведь пришел призвать неправедников, а таких, как мы, грешников, к покаянию. Покайтесь, ибо и к вам приблизилось Царствие Божие. Расскажите человеку то, что вы слышали в храме, то, что вы прочитали в Евангелии, а потому Евангелие нужно чаще читать. Запомните, человек, который держит в руках Библию, это уже страшный человек для дьявола. Страшный человек со священным писанием только в руках. А если он его читает? А вот если он ему следует? Потому что блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Христос говорит, не только ты освободишься от власти дьявола, ты будешь блажен, потому что ты уже здесь, на земле, познакомился с тем, чем живут на небе, Словом Божьим. Потому что не хлебом одним будет жить человек, а всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Вот потому, когда Христос изгнал из этого несчастного легион демонов, то они просили Его, чтобы Он изгнал их не куда-нибудь, а вот в стадо свиней, вот где Его жилище. И Христос повелевает. Подумайте, представьте, что Христос ради освобождения этого несчастного разрешает демоном войти в стадо свиней. И это стадо с криком, с визгом бросается с кручи и погибает. А что же с этим несчастным? Он исцелился. Он получил от Господа такую радость, такое счастье. Быть свободным от власти дьявола. Вот кто не испытал на себе эту зависимость, зависимость хотя бы от чего-нибудь. Допустим, наркоман. Вдруг краса у него не тянет. Курильщик. Взял и бросил. Воздухом задышал. Да вам не понять, люди, мои радости. Потому что я дышал никотином, кашлял, харьков. Вообще, этот мир для меня был нерадостным. И вдруг, Господи, молился Тебе и бросил. Как легко дышится. Какое счастье. Сидит на скамеечке, радуется, на нее смотрит. Ты чего радуешься? Да просто воздух свежий. Да радость. Тепло у нас на Кубани. Солнышко светит. Господи, слава Тебе. Человек избавился или от никотиновой, или блудил и бросил. Верность сохраняет одной единственной жене своей, или она мужу. И сколько таких маленьких побед должно быть одна за другой, одна за другой, чтобы потом умирать-то было не страшно. Ибо если мы с чем-то останемся, как эта могучая птица, орел, то не взлетим. Душа наша не сможет наследовать небесного. Если здесь не победим в себе страстного и греховного, вот для чего приходил мир Христос. И когда этот исцеленный человек увидел своего спасителя, первое желание этого человека уже никогда не расставаться со Христом. И что он говорит? Я прочитаю вам всего две строчки. «Человек же, из которого вышли бесы, просил Христа, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его и сказал, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус». Вот достойная благодарность. Когда ты исцелился от какой-либо зависимости, от какой-либо болезни, превратив всю свою жизнь в проповедь Евангелия, в проповедь добра и любви, которые принес в мир Христос. Иди и всем расскажи, что сотворил с тобой Бог. Не ты избавился, не ты исцелился, Бог исцелил тебя. иди и прославляй имя Господа всей твоей оставшейся жизнью. Вот какой пример дает нам исцелившийся бесноватый. Давайте мы с вами, стоящие в храме, тоже последуем его примеру. Ведь сколько раз мы заболевали, сколько раз в себе мы хоть какую-то страсть старались победить, и Бог помогал нам. Давайте примем, что это не своими силами у нас получалось, это все получалось Божьей силой. Вот ради этого и приходил в мир Христос, чтобы разрушить дела дьявола и освободить нас от греха, проклятия и смерти. Будем не только благодарны Господу, и каждое воскресенье, не ленясь, приходить и благодарить Господа, потому что воскресный день мы, посещая литургию, благодарим Его, и само слово литургии означает благодарение, но и всю свою жизнь, как поет и призывает нас церковь, сами себя и друг друга, и весь живот наш, всю нашу жизнь, Христу, Богу предадим. Аминь. КОНЕЦ Продолжение следует...